всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал fuck you и мы продолжаем наш дневник трейдера итак друзья понедельник пол десятого утра начинается наша торговая неделя подведем короткие итоги прошлой недели и сделаем анализ рынка торгов на сегодня домашнюю работу я сделал уровне полностью был удалил перепровел опять уровне локальные уже уровне не брал брал только уровне с дневок да то есть взял все уровни сделок которые на хаях и лаях подтвердились и хотя бы где-нибудь у нас на истории до сделал такую домашнюю работу вот и будем торговать эту неделю строго по этим уровням не будем дорисовывать никаких локальных уровней потому что как показала пятничный пятничные наши торги чем больше у нас было этих уровней до тем больше начинаем тильтовать что такое тильтовать это это лезть лезть в ненужные сделки до в одном и том же самом месте вот против нас здесь стояла получается какая-то стеночка да а мы все лезли на покупку на покупку а цена все не хотела и мы ловили стоп лосс ниже уровня 97 265 это что касается франка и так что у нас происходит сегодня сегодня у нас по франку такая картина открылись открылся у нас рынок открылся и ходит вот в диапазоне 97 226 да как мы видим 224 226 плюс минус есть у нас здесь такой локальный уровень зеркальный да вот здесь не пустили получается и здесь тоже цена от этого уровня отбивалась и уходила вверх вот и цена сейчас у нас движется к серединке нашего отара вот к нему прижалась да и вероятность того что она пойдет вверх будет больше чем то что она пойдет вниз потому что цена потихонечку села вниз потом прошла вверх и вот как мы видим четко прижалась к этому уровню сейчас идет какое-то небольшое ложное пробитие и может пойти вверх но нам это ничего не дает мы торгуем строго от наших уровней торгуем строго вот от уровня 97 124 и 97 265 если у нас сложится какая-то наша из моделей да в торговлю мы добавили себе еще несколько моделей пробойных то есть блин это курение надо бросать срочно курить вот у нас была одна модель вернее три модели у нас было взятых из из урока или как сказать не урока из интервью александра михалыча так сейчас надо поставить телефончик на бесшумный режим на бесшумный поставим чтобы он нам не цверинкал микрофон вот и я добавил еще несколько моделей получается пробойных из рекомендаций из телеграм-канала вот как они выглядят эти модели вот сейчас у нас вот здесь формируется что-то похожее на вот эту модель да то есть цена пробила уровень закрепилась над уровнем тут просто зеркальная ситуация до под уровнем и пошла назад но как вы видите у нас вот пошло пробитие но это может быть ложное пробитие цена вот возвращается обратно над уровнем до одно было ложное пробитие цена вернулась пошла немножко вверх потом опять вниз опять может быть ложное пробитие еще несколько таких ложных пробитий цена пойдет к нашему уровню пока что вот видите этот уровень средины от иара отрабатывает очень даже неплохо вот смотрите отрабатывал цена уходила вверх да потом все таки пробила его возле нашего уровня была консолидация до чуть ниже под ним но цена не пошла вниз а вернулась обратно над уровнем и сейчас уже над уровнем этим мы ждем каких-то сигналов здесь у нас не было никакого сигнала вот ну в принципе в принципе вот этот вот эту свечу да и вот этот возврат если бы не мы не видели вот этой части графика это был бы как наш сигнал на покупку да то есть была свечка закрылась открылась под уровнем да и она заходила за и как мы видим если бы мы здесь давайте перейдем на 5-минутный график чтобы было более детально видно да если бы мы здесь установили на 5 пунктов больше цена бы стоп бы не взяла да и пошла бы в нашу сторону и здесь бы был бы take profit давайте посмотрим насколько здесь пунктов был бы у нас стоп перейдем обратно на 15 минутку здесь был бы небольшой до стопе где-то в районе 20 пунктов их 60 можно было бы это движение забрать моделька подтвердилась вот от нашей цены но это было в 5 утра мы опять же не работаем в это время и как мы видим рынок очень вялый очень вялый давайте померяем наш атр 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 пока что тоже у нас не очень общий атр в районе 500 пунктов можно будет торговать но пока что утро лондонская сессия только-только вот открылась до сколько у нас тут час полтора часа как открылась лондонская сессия пока что вяленько здесь все будет тайская сессия токийская закрылась 15 минут назад пока что рынок спит сейчас где-то в 10 пол 11 начнет открываться вот смотрите что происходит тоже по проведенному нами уровню цена четко копейка в копейку в него ударилась и быстро вернулась обратно на это что у нас евро доллар будем тоже наблюдать пока что особо ничего после новости цена вернулась свой диапазон до где она торговалась до новости плюс минус в этот range между уровнями 08 248 и 08 3 0 до новости она вот здесь торговалась потом вышла новость бы был очень сильный толчок вверх но как вы видите цену все равно затолкали обратно после новости вот она вернулась свой коридор идет небольшое восходящее движение давайте посмотрим сразу сразу посмотрим тренды наши что у нас здесь поднявки поднявки у нас ничего не видно у нас боковое идет движение до между этими всеми уровнями раньше такой затяжной да но как бы общее движение вот здесь было переломлено резкое падение пятидневная да и в цена потихоньку потянулась вверх что у нас часовичок на часовичке тоже как бы да пошло у нас восходящее движение поэтому против тренда на продажу заходить будет нехорошо против тренда ну вообще здесь сейчас у нас range идет пока цена особо так и не показывает куда она идет вообще сейчас здесь идет у нас консолидация как вы видите хай у нас да вот этот хай только перебился но потом уже у нас там на следующий день он был ниже уже хай теперь еще ниже и так же самое и ловы тоже подтягивается идет консолидация какому-то уровню вот этому 97 265 цена здесь консолидируется уже от этого уровня может быть какое-то хорошее движение или вверх или вниз ну вот поэтому пока что наблюдаем и смотрим куда у нас будет двигаться цена но локальный тренд у нас восходящий поэтому давайте себе просто поставим стрелочку да чтобы мы знали какой у нас тренд чтобы мы уже не возвращались к часовику и поставим себе стрелочку вверх зафиксируем поставим себе стрелочку вверх да будем стрелками обозначать нет какого уровня нам работать а какой тренд у нас сейчас идет вот то есть у нас идет восходящий тренд более ну как бы если на часовик посмотреть более он превосходящий да тут понятно что тут у нас оранжевик но вот от этих лоу да у нас каждый лоу выше предыдущего то есть у нас идет вверх движение вверх с этим разобрались поехали дальше евро доллар евро доллар глянем тоже тоже мы видим что цена потихонечку тянется вверх это да дабы мы не заходили против тренда против тренда против граба глобального тренда в рынок поставим себе стрелочку да вот так вот кожа у нас идет тут восходящее движение и от этого уровня можно будет работать вверх или вот даже от этого уровня посмотрим будет ли здесь консолидация видите здесь немножко была консолидация цена сейчас не нырнула сейчас опять идет повторное тестирование будем смотреть как себя поведет цена то есть будем ждать вот какой-то вот такой вот модели да как вот здесь было вот здесь похоже было у нас моделька пробойная цена пришла снизу да на коротких барах подошла но потом было резкое движение вверх и цена ушла вниз сформировав что-то похожее на нашу разворотную модель да видите со стоп лоссом дам в 30 пунктов можно было заходить и 90 пунктов цена конечно не отработала к сожалению только 70 сейчас резко вернулась вверх к этому уровню потому что общая тенденция нас восходящая и вниз цене тяжело тяжело идти вниз но как мы видим каждый 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 лоу у нас выше предыдущего поэтому что это значит это значит что покупателей у нас больше чем продавцов на поэтому ставим на покупку стрелочку и от этого уровня уже будем смотреть какую-то будет ли формироваться какое-то пробойное движение под вот этим уровнем давайте перейдем на более мелкий таймфрейм даже может на минутку на минутке пока что нету возле этого уровня ничего пробили опустились ниже сейчас вот здесь вот что-то что-то цена на торговое да смотрите вот удар копеечка в копейку был в уровень 0.8222 да будем смотреть что будет происходить поехали дальше йенка наша йенка давайте смотрим сразу глобальный тренд глобальный тренд у нас а вот здесь вот более или менее что-то похожее на рейнджовик но все равно с с движением вверх потому что каждый каждый лоу выше предыдущего да вот здесь тоже можно смело поставить стрелочку вверх потому как силы на покупку у нашего инструмента больше чем на продажу да тыкнем себе здесь стрелку и уже будем смотреть да что здесь у нас такое ну вот у нас 22 уровня сто шесть девятьсот и сто семь двести восемьдесят да между уровнями достаточно такое большое расстояние 400 пунктов как мы видим срединка от ара неплохо отрабатывает цена пока что от нее движется вверх будем ждать дохода до какого-то уровня закрепления под уровнем пробоя или подхода мелкими барами здесь будем ждать какой-то пробойной модели да потому что цена более тянется вверх и тем более что от ар у нас вверх еще здесь запас очень таки даже хороший сто семьдесят пунктов если удастся здесь пойти с небольшим каким-то стопом около пятидесяти пунктов поение это вполне реально до пятидесяти да вот тогда и будем заходить на покупку до следующего уровня все будем следить за енкой поехали дальше австралийский доллар что он австралиец как мы видим на токийской сессии очень даже неплохо проторговался на токийской сессии дошел до до предела своего от ара на покупку давайте посмотрим что у нас здесь с глобальным трендом по австралийцу а глобальный тренд по австралийцу у нас идет на продажу да то есть как мы видим нисходящее движение идет каждый хай ниже предыдущего то есть да если провести вот тут трендовую линию где такую диагональ до провести диагональную линию у нас общее движение по дням идет ниже 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 цена ниже 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 и доходит до уровня 64 060 видите вот было касание этого уровня до 64 20 ну короче идет к ку круглому уровню цена 64 4 3 0 до в эту сторону она у нас тянется поэтому по австралийцу мы смело можем поставить себе стрелочку вниз до смело стрелочку вниз и пробовать от этого уровня работать работать вниз от этого уровня или вот этого уровня пока что никаких моделей здесь мы не видим формирование да здесь вот что-то такое формировалась как наша разворотная модель но не 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 сформировалась до конца она до 9 часов утра ну и конечно уши очень большие 30 мы теперь не будем входить в модели у которых будет будут во первых стопы очень большие чтобы не было стопов больше 50 пунктов сокращаем нашу риск менеджмент стратегию до модель нашу риск менеджмента будем заходить теперь только в железобетонные такие сделки где будут маленькие стопы да и будем пытаться брать от от 1 к 3 до 1 к 5 вот потому что натильтовал я в пятницу думал я почему вот это произошло у меня до начал тильтовать как вы видите модели не очень красивые разность ушей ну короче сам виноват в том что большие уши вот смотрите какие да начал заходить начал сам дорисовывать какие-то уровни я сел проанализировал это посмотрел прошлое видео до запись дневника просмотрел ну и конечно же когда ты начинаешь тильтовать когда ты начинаешь биться в стену головой а там а там стена то ничего хорошего с этого не получится так по астралийцу пока что вот так вот рисуем общая тенденция у нас нисходящая да будем смотреть но как мы видим на коротк на короткосроке у нас пока что присутствуют покупатели это может быть перелом тренда и цена может у нас пойти вверх да пока что был удар об нижнюю линию поддержки и цена вернулась сверх как мы видим вот на часике у нас сформировалась что-то похожее на нашу модель да на покупку ложный пробой 70 140 70 140 210 пунктов то есть она должна ну уходить опять где-то в район перепроданности от аара но мы ждем строго сигналов на продажу против тренда не лезем поехали до 0 новой зеландии о новый зеландец тоже как мы видим сходил уже за черту своего от аара до сходил за черту своего от аара смотрим общая тенденция у нас нисходящая нисходящая тенденция новой зеландец падает 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 поэтому смело ставим стрелочку смело ставим стрелочку вниз до что у нас тенденция нисходящая вот ну и ждем сейчас вот здесь допустим может сформироваться наша модель наша модель на ложного пробития да на разворот на разворот и цена вполне себе имеет тут хороший запас ходу сколько у нас общий атр дневной общий у нас атр дневной хороший 800 можно торговать вот ждем сигнала поехали дальше по фунту по фунту у нас тоже как мы видим общая тенденция нисходящая да да смело ставим стрелочку вниз себе где-то здесь чтобы она не мешала видеть графики по фунту будем смотреть от этого уровня будем искать что-то вниз хотя вот здесь я честно вам скажу я думал вот здесь так цена пошла вверх у нас потом вниз видите закрепление под уровнем и я уже думал что цена будет идти вниз то есть как бы рисовалась вот что-то похожее на вот эту модель да как раз вот четко видно да цена пришла сверху закрепление под уровнем до накопления силы какой-то здесь небольшое ложненькое пробитие и вроде как цена пошла вниз опа и тут резко развернулась вверх и смотрите уже вот 150 130 пунктов она прошла вверх очень интересно ведет себя рынок непонятно да но цена пришла снизу чик может быть это разворот тренда кстати сильный уровень 2070 у нас вот снизу до 220 2728 была нижняя цена и сейчас в принципе может и случиться разворот тренда будем наблюдать пока что никаких никаких у нас моделей на вход в рынок нету да то есть мы пробойные модели для себя взяли но опять же пробойные модели уровня до пробольные модели уровня их наверное надо считать так если этот уровень еще не пробивался да то есть если бы у нас цена отсюда чисто подходила до отсюда чисто пробила зафиксировалась под уровнем накопление пошло бы какое-то и потом бы она бы пошла вниз но у нас совсем другая история у нас цена пришла сверху пробила уровень снизу вверх да потом немножко сходила вниз может быть это просто был откат и сейчас цена опять пойдет вверх поэтому пока что смотрим и ждем в общий тренд мы поставили стрелочку общего тренда так что у нас здесь по канадцу по канадцу вот как вы видите не отработала модель до ложного пробития не отработала хотя рисовалась очень даже неплохо до в районе 50 пунктов до 50 пунктов у нас 52 пункта у нас стоп лосс и красиво цена приходила сверху до ударилась уровень как ложное пробитие и уже бы здесь я бы вошел в рынок потому что очень все красиво было 50 на 150 я бы входил но цена как мы видим нырнула ниже нырнула ниже на 100 пунктов и только сейчас пошла вверх опять же как мы видим уровень отрабатывает да а вот здесь вот смотрите по-другому все сформировалась цена цена подошла к уровню 1 2 3 и 4 4 барчиком такие пошла вверх 20 пунктов 25 стоп лосс можно было на 75 забрать но как мы видим цена развернулась и пошла вниз опять же формируя здесь от какого-то уровня 40 850 формируя модельку ложного пробития уровня какого-то промежуточного локального так что надо быть аккуратнее с этими пробойными моделями да аккуратнее очень очень аккуратным надо быть потому что как мы видим цена не очень таки хочет идти куда-то в одну сторону но здесь она конечно если и куда идти на покупку почему она развернулась и не пошла дальше ну тоже тут какой-то уровень видите вот на такийской сессии тоже цена здесь хорошо консолидировала вот здесь красиво себя отработала цена пришла легла на уровень пошло поджатие да цена зашла под уровень вот здесь где-то можно было входить тоже с небольшим стопом там 30 пунктов на 90 видите пошла цена вот такое вот друзья вот такое ну особо особо надо еще смотреть на открытие открытие сессии потому что сессия у нас когда открывается мы уже знаем когда лондон открывается до цена начинает себя вести совсем по другому да и сейчас вот в 10 часов у нас европейская сессия войдет в полную свою силу будем смотреть ждать каких-то сигналов так не посмотрел я по канадцу общий тренд какой у нас ну общий тренд у нас вялый восходящий тренд до поставим стрелочку вверх но последних несколько дней у нас здесь просто идет какой-то ренджевик ближайший тренд у нас восходящий и такой глобальный тренд у нас восходящий поэтому поставим стрелку вверх поставим стрелку вверх так здесь мы кругом поставили стрелочки все в принципе в принципе можно теперь это все перевести в картинку вот такую себе отрегулировать что было красиво все видно да и ждать каких-то моделей так здесь хорошо видно здесь немножечко подправим здесь не видно два уровня здесь нижний уровень что было видно вот смотрите как четко совпадает у нас один из проведенных уровней с нижней гранью от ара просто 40 451 уровень совпадает четко с ранее от ара нашего сегодняшнего по канадцу видите то есть не не зря я эти уровни а уровень я проводил на домашнем задании вчера воскресенье просматривал наши инструменты торговые вот еще еще ним не было же расчета индикатора атр потому что он на каждый новый день перерасчет делает его надо нажимать свойства список индикаторов выбирать индикатор свойства и потом нажимать ok и он делает перерасчет да на новый день вот то есть я не мог никак знать что здесь будет вчера у индикатора от ара здесь будет четко линия то есть индикатор наш тоже работает и эти линии они не просто так проведены а это какие-то тоже промежуточные уровни средние цену нас взяты расчеты по формуле и мы как видим тоже да цена здесь останавливается причем довольно долго вот она здесь стукала стукалась потом консолидировалась до набиралась какая-то позиция какой-то как как вот здесь пишет лимитный игрок да вот лимитный продавец или покупатель здесь был да вот здесь у нас получается лимитный покупатель до хотели продать он здесь на покупку покупал покупал и выкупал все ордера на продажу да не давал цене ниже спуститься но все-таки спустились ниже ладно друзья не буду затягивать не буду затягивать и так анализ у нас забрал полчаса времени будет что-то интересное буду отжимать паузу и уже буду вам показывать но опять же как я и говорил буду теперь входить в рынок уже за выставлять стоп лосс тейк профит потом включать и объяснять почему я это сделал потому что пока я включаю пока я начинаю что-то там рассказывать цена уже убегает я вхожу не не по той цене по которой я хотел все пока что ставлю на паузу по евро доллару вот сейчас формируется что-то такое как пробойная модель наша до м3 вот бар очень похожий подход цены тоже у нас так было было уже попытка штурмования этого уровня до сегодня но она увенчалась неудачей цена сползла вниз обратно и вот сейчас подходит обратно цена к уровню если сейчас вот этот бар не сделает перелог нашего соседнего бара да то есть не будет поглощения он так немножечко себе тут походит в посередке и цена пойдет вверх в принципе здесь будем пробовать входить на пробитие смотрите специально переключился по евро доллару на минутку да и вот видно красиво как у нас идет поджатие цены к уровню да то есть силы покупателя превосходят силы продавцов на вот идет каждый каждый лоу выше предыдущего чтобы так чтобы было более наглядно видно да потихонечку потихонечку цену поджимают под уровень вот смотрите раз два и тут 3 4 5 6 и чик небольшой заходик за уровень немножечко отбились и сейчас вот можно ожидать что со следующим касанием уровня уже будет пробитие где-то вот здесь да тык 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 и будет пробитие уровня поэтому ждем и так друзья вошел я получается в рынок цена таки пробила уровень давайте посмотрим более детально на более мелком таймфрейме ждал я пробитие уровня да было у нас одно прокалывание второе третье ждал я четвертого смотрите какая консолидация под уровнем поджатия 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 да то есть красиво у нас себя ведет цена что-то вот похожее да у нас раз два три четыре и на пятое пошла до раз два три четыре и на пятое пробой то есть пробойная моделька себя отрабатывает раз два три четыре да и вот цена у нас пошла за уровень пошла вверх почему бы и не зайти да немножко уровень немножко стоп лосс можно конечно потянуть вверх немного великоваты я его в бомбашил как смотрю да сколько у нас тут 10 пунктов давайте его чуть-чуть вверх подтянем на 5 пунктов нам надо чтобы было между нашей пробойной свечой на 5 пунктов вот так будет правильнее и того у нас 40 пунктов доты профита 40 на 120 я поставил все будем ждать пробойчик пошел проанализировано было правильно моделька у нас подтверждается да стоп лосс диапазоне нашего разрешенного от 50 до 30 пунктов вернее 30 до 50 пунктов 40 пунктов у нас стоп лоссик поэтому с маленьким стоп лоссиком заходим ну вот будем смотреть заходим и будем смотреть опять же если цена подойдет к этому уровню да и будет здесь как-то тоже набираться пробойная позиция take profit можно будет это двинуть 15 и подождать посмотреть как цена себя будет вести да вот и входить уже на покупку от этого уровня в принципе на сегодня по евро доллару у нас один уровень есть 2 и от арно заканчивается на покупку вот аж где поэтому ликвидность у нас на покупку очень хорошая вот поэтому почему бы ее не использовать да вот мы себе ее и используем так в принципе пока что больше ничего нету ставлю на паузу пускай работает ой-ой-ой какая красота смотрите вот вот что это такое получаем стоп лосс да небольшой стопик получаем что происходит с рынком вообще непонятно да возле цены 08 285 цена дотрагивается и резко просто разворачивается и смотрите просто какое какое падение у нас идет вниз это просто буквально вот я включал только что с вами поговорил сказал вот все хорошо мы определили все наша цена пошла вверх и тут просто трысь и цена резко падает вниз вообще непонятно по какой причине да и это смотрите по все по всем графиком так вот франку точно так же цена начала падать вниз потом резко вот от этого уровня 3 и пошла вверх точно так же видите какая какой здесь бар здесь такой же самый что происходит непонятно непонятно но ладно по новозеландцу вижу формирование ложнопробойной нашей модельки попробуем сейчас там входить сюда больше не лезем смотрим вот по новозеландцу формируется у нас вход на на продажу и подтверждение у нас цены на продажу поэтому входим на продажу цена пока еще недалеко убежала вот видите опять пока я разговаривал с вами то так и все и произошло но успел я нормально до 10 пунктов здесь это наша комиссия до возле самого уровня успел войти все следим пока что рынок очень даже как-то неадекватно себя повел очень неадекватно я прям сильно удивился что это за такое резкое движение было но будем будем следить думать смотреть анализовать странно странно все так хорошо начала двигаться в нашу сторону цена красиво снизу проходила ну как бы все читабельно было скажем так да и тут резко цена развернулась против нас странно очень странно одно что реально я могу подумать это ну только да такая редко резкое такое движение это поход за стопами да вот как раз в районе одного отара 100 пунктов поход за стопами или здесь же просто было много лимитников зовут этим уровнем было отложенных до на продажу вот они снизу подошло по открывались и цена рухнула на продажу очень много получается было лимитных игроков у нас на продажу или какой-то сильный игрок не хочет пускать нас выше этого уровня давайте глянем на общую картину был ли здесь у нас какой-то торический уровень вчера позавчера здесь новости здесь новости недалеко цена вот ударялась да совсем недалеко уровень могли немножко сместить вниз хрен его знает друзья пока что было все у нас отлично общее движение цены вверх поджатие цены к уровню красивое такое было на минутке так вообще смотрите какая красота раз два три то есть чик 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 все хвостики подтягивались потом пробиваем еще раз заходим вот цена уже 30 пунктов в нашу сторону и потом резкое отбитие от 82 85 резко просто вниз на 120 пунктов цена улетает странно странно итак друзья новозеландец тоже дает нам поддых да не отрабатывает моделька у нас наша резкая тоже свеча по новозеландцу получается новозеландец просто как-то с отставанием у нас идет от общего до от общего движения доллара и как мы мы видим тоже резкая свеча тут в районе получается тоже 100 пунктов на ровно 100 пунктов видите движение пошло хотя формировалась очень неплохая модель у нас ложного пробития на что-то с рынком не то что случилось с рынком что такие красивые модели не отрабатывает вообще не могу понять вообще не могу понять красивые с маленьким стопом тараз резкое движение на 100 пунктов ну пока в рынок лезть не будем в рынок пока лезть не будем подождем посмотрим что будет происходить просто самому интересно что дальше все подтверждения то есть заходим по тренду на заходим по общему движению модель наша красивая нарисовалась у нас уровень у нас проведенной по домашке стоп лосс у нас короткий подпадающий под наши критерии риск менеджмента ну все отлично цена чик разворачивается против нас и бежит вверх причем что смотрите и новостей никаких нету вот еще в чем в чем вся фишка вот по евро доллару сходили вниз на и сейчас вот опять идут к уровню и что здесь опять заходить чтобы цена опять убежала вниз ну короче не ничего не понятно пока не понимаю я не вижу я рынка не понимаю я что происходит вот буду искать буду искать что-то в уроках александра михалыча что ну что может быть происходить с рынком такие движухи да ни с того ни с сего новостей никаких нету вот была какая-то новость у нас по доллару в два часа ночи так это когда было в два часа ночи а сейчас только рынок начинает реагировать странно странно ладно послежу что будет дальше у нас тут происходить из дефицит шанс полы пикирс какое-то какое-то выступление кого-то там было какой-то спикис разговор не знаю я в этих новостях не не понимаю новость какая-то сильная была рынок только на нее начал реагировать может быть и такое может быть и такое так хорошо не буду растягивать видео ставлю на паузу будем ждать смотреть каких-то новых сигналов пока что ничего нету по новой зеландцы не отработались по евро не отработались пока что еще у нас два стопика опять же по евро доллару если входить смотрите опять цена цену поджимаю до под уровень по евро доллару если входить то что нам теперь тогда входить со стопом 100 пунктов до от ближайшего нашего лоу ну блин вообще что-то как-то не интересно с таким стопом входить поэтому ну и цена как мы видим все таки не хочет идти у нас вверх то есть она у нас отбивается вниз от уровня поэтому и лезть не будем да все улетела обратно вниз уже на 50 пунктов войди войди сейчас опять здесь да на проколе непонятно что такое творится у нас ценой поэтому переждем маленько посмотрим что будет дальше вот смотрите как это понимать получается цена пошла сходила за нашим стопом потом еще немножко да там 40 пунктов прошла вверх и теперь обратно пошла в них вот как это понимать по новой зеландцы здесь по евро доллару цена продолжает падать продолжают падать причем такими большими большими свечами она продолжает падать если сейчас вот эта свеча достигнет да резко достигнет уровня 803 одной свечой да отсюда можно будет попробовать зайти на покупку опять же если не будет сильно большого хвоста там в районе 25 пунктов если можно будет поставить стоп вот от уровня 0803 08003 можно будет войти попробовать на покупочку еще разочек ну пока что цена здесь здесь пока ждем но новый зеландец конечно негодяй негодяй страшное дело вот смотрите что что происходит опять по новой зеландцу до формируется у нас теперь бар на пробитие опять же с небольшим стоп лоссом в районе 50 пунктов до допустим для нашего ухода если сейчас сюда цена разворачивается по идее мы бы должны были бы опять заходить на на продажу опять с таким же но чуть повыше стоп лоссом сейчас я выставлю этот стоп лосс где-то да где-то вот отсюда во и вот как раз 50 пунктов на на грани нашего риска до 30 до 50 пунктов у нас стоп лосс мы себе определили разрешенные можно входить на пробитие этого уровня на опять же на на шорт на шорт и уже этот шорт нам нашертил так что я не знаю уже ходить или не уходить опять же тильтовать тильтовать от этого уровня опять совершать ошибки пятницы надо надо подумать надо подумать опять же если мы столкнулись здесь с какой-то стеной на этом уровне да видите цена и не хочет и не туда и и не сюда не хочет идти а вот уже и пошла она вверх да то есть пошла вверх дайте глянем что на минутке здесь творится у нас на минутки на минутке цена билась билась пробилась опять выскочила вверх опять выскочила вниз опять выскочила вверх потом дотолкали опять вниз идет какой-то видите набор позиции получается и так как цена пришла вниз пробила и собрала 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 потом ложное пробитие поход за стопами поход за стопами да кто-то входил здесь кто-то входил здесь отсюда во пошли за стопами вот и цена опять вот начинает дергаться у нас вверх уже перехай прошел прошлого хата ну такое себе друзья что я могу вам сказать но опять же у нас здесь конечная линия от ара как мы видим вот наша зеленая линия давайте на более крупный таймфрейм перейдем конец нашего от ара но жмут все равно на на покупку даже не знаю что и сказать честное слово здесь у нас что получается 40 пунктов от от ара ну такое себе непонятное по новой зеландии не понимаю я что происходит поэтому входить не буду не могу понять на все сигналы у нас на продажу на шорт по новой зеландии хорошие хорошее формирование было у нас тоже сигнала нашего корот ну как бы короткие уши небольшие все красиво маленький стоп лосс районе 40 пунктов цена развернулась вверх набралось здесь как вы видите достаточно так крупненько если на минутку переключаться опять же да и смотреть это более детально да то есть здесь вот что-то похоже вот на вот эту на вот эту позицию да на вот эту пробойную модель а не позицию то есть цена у нас пришла снизу пробила вот была какая-то однако над уровнем потом немножко такое ложное пробитие как я называю походы за стопами да пошли за стопами тех кто здесь пооткрывался да позабирали там короткие стопы потом получается опять цена пошла выше здесь народ на покупку заходить потому что увидел что цена оттолкнулась здесь вот у нас произошла какая-то консолидация да потом опять поход за стопами случился на и сейчас вот цена после этого походу за стопами рисуется вот на минутке смотрите рисуется у нас какая красота красотулька и цена у нас стреляет на причем как раз где-то и стреляет на этот уровень вот смотрите на минутке тоже можно увидеть модельки наши да вот вам 20 уровней 20 пунктов стоп лосс и на 60 она как раз ходила чуть выше по инерции вынесла и сейчас уже уехала вниз но опять же тут конечная граня тиара что может толкать цену дальше выше непонятно если она на уровне своей перепроданности значит есть какой-то покупатель крупный только вот но как бы только и только и все все что я могу предположить потому что как мы видим набор набор позиции идет на то есть чик 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 какая-то консолидация над уровнем и дальше попытки на покупку попытки попытки и не дает сползти ниже уровня вот 59 50 553 не дает немножко ложные пробития какие-то но опять же это походы за стопами тех покупателей которые здесь здесь зашли на покупку да раз пошли им стопы повыбивали и цена пошла себе свободно вверх может быть я ошибаюсь может быть я не так трактую как она на самом деле напишите пожалуйста в комментарии как вы думаете да и не забывайте подписаться на наши соцсети на наш телеграм особенно на наш вайбер канал там я буду постить все все видео нашего дневника до нашу торговлю для чего это надо потому что youtube не всегда присылают уведомление вот и вы можете что-то пропустить интересное поэтому обязательно подписывайтесь оставлю на паузу потому что и так уже и так уже у нас к часу подходит наше видео не сильно хочется растягивать это же философствовать просто такой короткий анализ происходящего опять видите на идет какой-то набор позиции у нас под линии а тара то есть линия тара у нас сейчас отыгрывает роль линии линии сопротивления на уровне сопротивления 96 600 получается да на 96 600 вот смотрите четенько последних два барчика в него билась и вот еще бьется еще бьется то есть сейчас идет преодоление уровня 99 59 600 по новозеландцу если он будет преодолен то тогда возможно и цена пойдет дальше выше все может быть итак коротенький анализ новозеландца цена копилась у нас до копила какой-то потенциал над уровнем пробовала пробить уровень и все-таки его пробивает и проходит больше 100 уровней уже в нашу сторону в которой которую мы хотели чуть чуть раньше зайти да по нашей модельки ложного пробития вот атр пройден цена возвращается обратно еще ниже даже чем откуда она ушла ну такое какое-то поведение цены то есть и и не отрабатывает себя пробойная модель да потому что ну если брать что цена зашла она тут не сильно далеко сходила и резко возвращается обратно будем наблюдать пока что не могу понять что происходит вот поэтому в рынок лезть больше пока не буду буду наблюдать буду смотреть что происходит с ценой внутри дня бегает она туда-сюда вот уровень 450 59 450 был пробит да и цена сейчас пытается развернуться обратно пока пока не понимаю не вижу я пока что на рынке происходит такое поэтому пока будем смотреть анализировать происходящее по енке вот у нас идет разворотная модель когда наша опять же не знаю буду смотреть и оценивать что и как смотрим по фунту у нас рисуется моделька да но опять же она не такая как у нас она на нашей модели да на рисунке нашей модели то есть что у нас происходит цена во первых у нас ушла вверх потом какое-то резкое падение вниз да вот мы видим один бар пролетает у нас за 15 минут 226 пунктов быстрое какое-то резкое падение ну вероятность того конечно что что цена вернется обратно велика но опять же здесь у нас идет наш уровень перепроданности да так как от которого оттолкнулась цена вниз вот поэтому входить или не входить опять же чтобы входить надо нам здесь уже больше наш стоп лосс 70 пунктов опять же 70 это 210 пунктов надо нам будет пройти в обратную сторону но модель нарисовалась красивая да то есть большой бар вниз и возможность того что после этого такого резкого движения вниз цена вернется к своему прошлому значению очень велика вот опять же уровень 2130 очень сильный уровень и то что цена его сейчас пробьет вот сегодня уже было да как бы пробитие причем что с выходом до цены вверх и она пробивала и как бы все у нас говорила о том что если цена после пробития уровня консолидируется у нас под цена консолидируется у нас под уровнем да что у нас цена пойдет вниз но как мы видим она сходила у нас вверх к нашему уровню перепроданности от иара вот верхней как раз тут чуть чуть небольшое ложное пробитие бы было этого уровня и после этого резкое падение цены вниз поэтому здесь я входить не буду во первых модель немножко не так как она должна быть да то есть цена у нас если бы вот она цена спускалась вниз и тут резкое пробитие ну вот так вот резко бы цена упала кстати смотрите фунт у нас открылся с гепом сегодня такие достаточно не маленьким гепом около 150 пунктов ну вот цена геп закрыла обратно ну так что те кто оставляли позиции с пятницы на понедельник здесь могли понести убытки да у кого стоп лосса были ниже этого уровня 21 100 могли здесь понести убытки на гепе вот ну цена вроде как разворачивается да вроде как модель начинает себя отрабатывать но опять же это не факт не знаю пока что стрёмно на покупку тем более цена уже или за реализовала свой потенциал на покупку и входить сейчас здесь на покупку не знаю против тренда опять же да тренд у нас еще не сменился у нас идет такая боковая флетовая коррекция тренда нисходящего да мы поставим вот а вообще общий глобальный тренд по дням да у нас идет у нас нисходящий вот поэтому вот завтра у нас смотрите вообще сколько новостей завтра день у нас будет насыщенный на новости и завтра конечно торговать будет у нас посложнее две новости по америке и одна новость будет по фунту на фунте завтра фунт у нас будет молчать опять же как мы видим по фунту у нас много стопов из из тех попыток что у нас были да опять же в прошлый понедельник раз два три 4 5 прошлый понедельник и у нас два стопа по фунту поэтому сейчас обратно влазить в ложное пробитие я не хочу не хочу немножко но как мы видим сегодняшний наш локальненький такой трендик да пока что показывает что идет покупка то есть покупатели доминирует в понедельник скажем так вот пока что вот такое что я могу проанализировать то что я вижу сейчас но обратно лезть против тренда сейчас войдем а это было уже как бы последнее такое да последнее движение на покупку коррекция тренда была у нас такая последняя ата сегодняшний уже отработал себя на покупку и может быть разворот уже отсюда на продажу и влазить сейчас здесь на покупку потому что сформировалась модель опять же она сформировалась у нас неправильно цена у нас не шла сверху сверху вниз да то есть цена у нас не пришла отсюда тут остановилась и тут пробила да вот чтобы обозначала нам разворотную модель вот цена у нас и шла на покупку и потом резкая свеча вниз не знаю пока это все не очень похоже на ложное если бы такое же сформировалось у нас сюда вверх да вот уровня 21 300 вот тогда можно было бы заходить отсюда попробовать на продажу но пока что формирования такого у нас нету то есть у нас общий тренд идет вниз глобальный тренд идет вниз а локальный трендик маленький идет у нас вверх вот но но входить мы против тренда не глобального не будет иначе нас просто размажет на хрен стопом да и все небольшой анализ по доллар йене цена у нас пришла снизу и вот вышла над нашим уровнем тоже смотрите уровень хорошо проведенный сто семь двести восемьдесят и мы видим что цена здесь вот над ним сейчас кружит кружит и вероятность похода вверх у нас очень большая да то есть какие-то подтверждение еще несколько барчиков возле цены и будем пробовать входить на покупку глобальный тренд у нас идет на покупку но тут он такой флэтово давайте откроем большой но если брать да от этих от этих лоу сюда то общая общая тенденция у нас до несколько дневная идет вверх то есть тренд у нас был нисходящий от этого максимума был у нас нисходящий сейчас он был слом сломлен идет локальный тренд восходящий но опять же как мы помним консолидация у нас здесь идет сужение канала как мы видим да если провести по хаям боковые линии то у нас идет консолидация цены причем что если так провести то уже уже пошло пробитие у нас нашей трендовой линии до нашей линии сопротивление горизонтальной не горизонтальной а диагональной его диагональной линии пошло пробитие да вот если вот так вот по хайчиком этим провести случилось пробитие вот от этого уровня уже 80 и консолидация цены на 280 посмотрим что у нас здесь сейчас произойдет если хотя бы 4 бара 15-минутных закрепиться здесь то будем входить там с небольшим каким-то стопом около 25 до вот на этом уровне от этих от этих барчиков которые сейчас здесь сформируют у нас какую-то консолидацию над этим уровнем будем пробовать ходить ну опять же если это произойдет потенциал на покупку у нас есть от этого уровня до этого уровня 163 пункта вот поэтому есть велика вероятность того что мы пойдем вверх поэтому надо смотреть следить сейчас здесь входить на то потому что это может быть ложное пробитие цена может развернуться и опять пойти от от этого уровня к средине нашего от а рада видим здесь тоже у нас есть уровень поддержки вот цена в него ударялась и пошла к этому стороне канала но пока что у нас тоже такое боковое флэтовое движение идет будем смотреть дальше будет ли здесь у нас набор позиции какое-то на движение вверх если будет будем входить там даже даже у нас запас есть здесь вот вот так вот даже отсюда вам можно стоп лосс поставить да и входить 50 пунктов наш стоп лосс устраивает нас 50 пунктов и как раз верхней грани к верхнему уровне у нас 160 пунктов вот смотреть что будет у нас здесь происходить вот еще раз хочу обратить внимание видим следующую картину видим следующую картину не отрабатывает у нас наша модель да вот был здесь уровень 080 50 080 050 да на нем рисуется модель обратная наша ложного пробития да где-то приблизительно с с 30 пунктами и получается 90 пунктов вверх она не отрабатывает получали бы мы здесь стоп лосс видим поэтому вот эти локальные уровни маленькие они более слабые и поэтому я их все по удалял и не буду больше по ним работать по вот этим слабым уровням да если будем сейчас вот входить до на покупку то есть и сформируется у нас модель от уровня 0800 003 вот от этого уровня уже можно будет входить до от этого уровня до этого 30 на 90 пробовать брать один к трем вот здесь может быть что-то у нас и получится но вот эти маленькие уровни локальные они слабые они плохо работают поэтому входить здесь мы не будем для этого я и провел домашнюю работу опять же видим вроде бы домашняя работа была провела проведена вроде сильные большие уровни по 200 пунктов между уровнями да ну и все равно мы словили здесь стоп лосс опять же мы словили здесь стоп лосс и от грани от иара у нас цена все равно оттолкнулась вниз да то есть цена вот у нас уже прошла было сто восемьдесят пять пунктов вниз сто восемьдесят пять пунктов вниз стоп лосс у нас был 40 уровней 40 пунктов у нас стоп лосс то есть мы бы взяли своих 120 мы бы нет не взяли 110 вот но цена пока что еще не вошла здесь обратно не знаю что такое творится у нас модельки перестали отрабатываться надо будет еще раз вот смотрите точно такая же ситуация и по франку по франку да если бы мы здесь вошли со стоп лоссом 35 уровней 35 пунктов да и ничего бы мы не получили здесь кроме стоп лосса вот потому что глобальный тренд у нас идет на покупку глобальный тренд у нас идет на покупку здесь здесь но сейчас я так думаю цену до толкают до какого-то уровня вот этот сильный уровень и скорее всего что та сила которая сейчас у нас толкает цену на продажу ее задача дойти до какого-то уровня сильного да и вот этого уровня уже пойдет цена на покупку вот да то есть опустить цену до минимума какого-то сегодняшнего дня уже вот обновился минимум да получается и от этого уровня может уже и цена и пойти на покупку тем более что уровень сильный будем следить смотреть что будет сейчас происходить возле уровня 0 8 0 0 0 до у нас 0 0 3 стоит по хаям историческим вот и совпадением да ну вот уже цена прошла 0 0 0 вот она уже на 0 0 0 на 8000 можно так сказать 0 8000 будем следить и смотреть итак друзья что у нас происходит по евро доллару цена коснулась отметочки этой 0 0 0 0 до несколько пунктиков по инерции прошла и разворачивается идет вверх пока что никаких моделей нам не нарисовала потому что уровень наш вот 803 стоит на цена вот нарисовалась здесь нам модельку опять же здесь у нас может сейчас стать уровень зеркальный вот как мы видим локальный зеркальный уровень вот смотрите сейчас вот вот этот уровень который здесь сыграл на отбой да здесь может стать зеркальным и продолжить движение вниз причем цена вот сейчас на нем останавливается почему я его называю зеркальным потому что здесь вот уровень бился два раза но вернее цена билась два раза в этот уровень сверху а вот здесь вот она билась у него снизу как мы видим здесь тоже легкое прокалывание было и уход цены сильно вниз смотрим дальше вот и цена вокруг этого уровня то есть здесь что-то что-то здесь какой-то сдерживающий фактор есть вот здесь тоже легкое прокалывание было и цена вот уходила вниз на сто сорок пунктов поэтому здесь есть какой-то сдерживающий фактор вот тем более что цена у нас вниз двигается такими большими свечами по сто пунктов плюс минус сто восемьдесят пять что значит что сейчас в инструменте может присутствовать какой-то крупный игрок потому что только крупный игрок такими резкими свечами может двигать да то есть он бросает бросает заявку чик на продажу и куда она долетит до чик бросил заявку тык долетела ударилась а если здесь она ударилась то здесь стояли лимитные ордера на покупку от этого уровня сейчас он их повскрывал да то есть нырнул чуть под уровень 803 буквально до дойдя там до 79 79 96 до 0 79 96 пошла цена вверх по открывались у нас от 800 уровня лимитные заявки на покупку и сейчас посмотрим насколько сильное будет движение вверх да насколько много было лимитных лимитных покупателей у нас от этого уровня но цена резкого толчка вверх как мы видим не получает то есть немного здесь у нас покупателей вероятность того что цена пойдет вниз очень даже велика по иен по иене как мы видим происходит какой-то набор позиции вокруг уровня 107 280 до цена пошла вверх пробовала задержаться здесь уровень смотрите как у нас красиво прорисован тут буквально люфтик у нас небольшой в районе пяти уровней до пяти пунктов смотрите вот как раз 275 280 но круглый уровень всегда будет приоритетней вот цена набирает у нас сейчас здесь позицию собирая лимитные ордера то есть какой-то крупный игрок здесь приглашает у нас трейдеров да мол смотрите мы здесь сейчас давайте будем идти вверх или вниз кому какая цена нравится давайте я вас здесь подозню ценой поменьше отсюда входите на покупку да или здесь давайте входите вот я еще вам немножко откачу вниз давайте отсюда вас заходите на покупку то есть идет набор позиции идет набор позиции причем что треугольник у нас наш все время сокращается сокращается ну вот посмотрим что будет происходить вот сейчас видим более детально да смотрите как четко цена ударяется в 257 да и отбивается от него вот здесь у нас какой-то игрок причем это опять же тоже локальный зеркальный уровень смотрите вот четко ударение было вот здесь у нас бары ловили этот уровень вот в прошлое пятницу ловили дамы этот уровень и от него уходили вниз очень сильно то смотрите какое падение как раз вот этого уровня было вниз так что этот уровень может нам сейчас здесь сделать хороший уровень поддержки и мы можем дальше пойти вверх но пока что идет набор позиции да то есть как раз наш уровень 107 280 находится посредине торгуемой сейчас цены посмотрим куда цена пойдет вот пока что никаких тоже действий мы производить не можем потому что четко четкой какой-то картинки да на покупку или на продажу для нас нету не ни по каким из наших критерий входа ни по каким из наших рисунков входа здесь у нас пока нету да то есть может можно было бы рассматривать вот это пробитие да вот здесь как будто бы да нарисовался у нас такой бар и с допустимым стоп лоссом даже смотрите но опять же цена у нас пришла не сверху на пробитие вниз да она снизу и вернулась то есть это какое-то идет ложное пробитие опять же если рассматривать модель ложного пробития вот с уровнем с 40 к 5 пунктовым стоп лоссом надо было бы здесь входить на пробитие тем более что вроде как цена подошла на большой такой свечечки дат длинненькая свечка у нас и вроде как разворотный до разворотную модель нам нарисовала и здесь надо было бы входить на продажу но как мы видим потенциал на покупку тоже еще не исчерпан поэтому пока что не будем заходить потому что рынок себя как-то немножко ведет хаотично последнее время да вот и как бы заходить сейчас здесь на продажу тем более что глобальный тренд мы отметили для себя как на покупку и цена себе и шла успешно на покупку вероятность того что здесь соберется сейчас позиция на этом уровне цена пойдет на покупку намного больше чем то что она отобьется и пойдет вниз и так по енке посмотрим да что у нас здесь происходит пружина наше сжимается и сейчас будет возможно движение в какую-то из сторон да посмотрим куда будет движение но хотелось бы конечно чтобы движение дальше пошло вверх потому что общий тренд у нас вверх то есть пробили этот уровень и от него пошли к следующему тем более что на покупку от иар у нас еще есть все возможно что цена пойдет к верхней грани от иара нашего поэтому смотрим следим что будет происходить будем пробовать входить в рынок вот как мы видим цена пошла у нас вверх да будем пробовать входить в рынок со стопом 40 пунктов до 5 пунктов вот этого последнего лоу вот 40 42 пункта подождем если цена немножко сейчас присядет где-нибудь здесь да и будем ходить на покупку хотя опять же она может уже и не присесть здесь может быть и лучше сейчас войти пока она недалеко отошла от уровня всего лишь на 10 пунктов да потому что вот она уже с новой свечечкой минутной с новым барчиком фиксируется выше и идет выше волатильность есть забег цены сюда вполне возможен вот будем будем смотреть и так вошел я на покупку вот этого уровня 107 280 со стоп лоссом 40 и стейк профитом 120 вот попытаемся купить иенку да идет она сегодня у нас вверх потенциал еще на покупку у нас есть 15 минуточку включаем смотрим следим да цена здесь набирала позицию вот пружина у нас сжалась здесь по трехугольничку да если был у нас здесь трехугольник сейчас вот много видать кто видите как психология работает рынки это еще и очень в большой мере психология вот я от этого уровня да захотел войти на покупку да и много кто захотел войти на покупку допустим да и цена чик а кто-то захотел войти на продажу от этого уровня 295 вот много людей вошли на продажу да и двигать сейчас цену резко вниз то есть лимитники какие-то наверное стояли цена побежала резко вниз вот поэтому могут сейчас опять же позадевать стопы ну будем смотреть стоп у нас стоит правильно стоп у нас стоит в дозволенных наших параметрах до 50 пунктов от 30 до 50 пунктов сократил я на 30 пунктов стоп вот будем пробовать на йенке сейчас заработать и вообще это я считаю что реально потому что большее накопление у нас идет сверху над уровнем то есть силы покупателей силы покупателей у нас превосходят силы продавцов было несколько заходов у нас на продажу было несколько заходов у нас на попытку на продажу но цена все равно возвращалась сюда сверху над уровнем да и консолидируется большая консолидация идет сверху над уровнем 107 280 все ждем сидим в позиции ждем как у нас цена себя будет вести дальше так друзья смотрите по по фунту какая у нас ситуация немножко цена приспустилась да и сейчас есть возможность с стоп лоссом 25-30 пунктов войти в рынок наверное я это сделаю да войду на покупку так как я и хотел делать покупку и тоже тейк профитом поставлю 40-120 плюс-минус немножко ниже там на 10-15 пунктов да 10 пунктов ниже прошлого лоу да и будем пробовать сейчас здесь купиться хотя цена дергается резко вниз вот но будем пробовать здесь купиться сейчас кстати почему я решил здесь сделать покупку потому что смотрите был у нас пробой этого уровня да откат сейчас нам и поетсу вот вот здесь здесь вот видите то есть силы покупателей превосходят силы продавцов да и у нас идет закрепление над уровнем сейчас может быть небольшой поход за какими-то стопами тех трейдеров которые трейдеров которые у нас входили до на догонку на догонку движение получается кто-то мог входить здесь кто-то мог входить здесь да вот конечно мы могли еще выгоднее войти еще ниже сейчас да я это вижу потому что еще немножко спустилась получается цена но все равно мы вошли неплохо вот если цена пойдет обратно же вверх а как мы видим есть и куда идти до уровня 80 пунктов и сюда у нас 150 пунктов то есть пробить нам надо этот уровень и консолидация цены на покупку намного больше чем на продажу то есть да как мы видим цена у нас идет потихонечку вверх было было проб проба этого уровня цена немножечко пошла вниз консолидировалась у нас снизу потом было пробитие опять опять и все-таки покупатель доминирует да покупатель у нас набирает позицию на покупку и подходит вверх вот все будем сидеть тоже в позиции будем ждать похода цены вверх почему такой маленький стоп лосс от уровня 25 пунктов я сделал ну потому что ближайшие лоу у нас вот вообще здесь да и не факт что цена у нас вообще дойдет до этого лоу 5 пунктов она вот не доходило ну и я взял 10 пунктов запасу близлежащих лоу и так друзья получаем очередной стоп по франку до передавили продавцы передавили наш уровень получается и вот цена резко от нашего прям смотрите цена прямо от нашего стопа резко разворачивается вверх уже 10 пунктов верху я не знаю не знаю что можно сказать ну буду еще раз пробовать входить сейчас вот здесь вот не знаем может быть это будет опять поспешное решение что я буду входить опять я начинаю тильтовать на нервничать тильтовать начинаю может быть не надо этого делать но опять же вся картина у нас разворачивается на покупку это поход был за стопами вот они своих своего добились да не знаю даже что и сказать а может быть уже энергия на покупку у инструмента закончилась давайте на часовик посмотрим цена таки достаточно прошла сегодня на покупку 150 общие у нас где-то под 300 фиг его знает открылась у нас нью-йоркская сессия на смотрим на минутке что происходит ну цена потихоньку ползет вверх надо входить на покупку сто процентов это был поход за этим самым за стопами сто процентов это был поход за стопами стоп ставим за таки ставим 40 на 120 вот получается у нас топ ниже на 10 12 пунктов чем этот перелог был да и приблизительно вот я таки хотел приблизительно ставить стоп за вот этот за вот этот лоу да и цена бы конечно же не достала но был сильно высоко в позиции это уже получается я бы перебил свой риск менеджмент и входить в сделку не должен был но вот видите опять нарушение риск менеджмента нарушение риск менеджмента получается я был высоко от уровня 25 пунктов и для того чтобы войти в рынок я взял стоп себе от этих лоев ближних да а надо было от дальних лоев брать стоп и тогда входить в уровень то есть я мог не делать вот этого поспешного движения до переждать пока цена а так как она начала опускаться вниз она вероятность того что она бы опустилась до уровня была большая и отсюда бы я себе как сейчас я вошел до мог войти со стопом 45 пунктов допустим да чуть ниже на 5 пунктов прошлого прошлого лоу и нормально войти себе в лонг уже по нормальной цене нет поспешил и получил стоп но нью-йоркская сессия у нас мы знаем открывается она такая у нас дерганая тоже сейчас немного могут расшаркать нам рынок и может быть кстати еще один стоп вот поэтому наверное надо это время тоже себе исключить из торгов это 13 00 13 14 00 час исключить из торгов потому что как показывает практика тоже сильно очень сильно когда нью-йоркская сессия открывается очень сильные начинают туда-сюда свечи летать потом более или менее стабилизируется и уже начинается какая-то плюс-минус адекватная торговля да ну вот что мы и видим да цена туда-сюда туда-сюда ее начинает мутылять нью-йоркские трейдеры начинают торговать до американские вот начинают кто входит от уровня на продажу кто входит от уровня на покупку кто там что себе прогнозировал со вчерашнего дня до от этого уровня или сейчас вот так вот сели все а давай торгаем ну короче как показывает практика первый час любой сессии это такой достаточно сильный час до достаточно сильный час когда цена начинает резко ходить вот давайте посмотрим на 15 минутки вот видите на лондонская сессия началась 8 но вообще европейская сессия начинается у нас где-то с 9 с полдесятого и вот с 9 мы видим начинается у нас бородень такая да а потом уже цена что-то там начала себе торговаться ходить вверх-вниз ходить себе вверх-вниз вот поэтому вот такие делишки друзья ну что сидим в позициях ждем ждем пока что опять у нас три стопа на сегодня три стопа пол минус полтора процента от депозита это не очень хорошо конечно какие-то ошибки серьезные я допускаю да то есть три стопа но как мы видим стопы у нас покороче и это всего лишь 15 долларов у нас то есть урезаем урезаем убытки даже если мы их получаем да мы их урезаем то есть уже не входим со стопами до 80 входим со стопами до 50 получаем получаем меньше соответственно при риск менеджменте 3 процента потери депозита в день мы повышаем себе количество возможных сделок на день да то есть уменьшая риски мы увеличиваем количество входов в рынок себе на день да так как мы знаем цена может целый день вам не давать а потом вы увидите один раз хорошую сделку действительно хорошую а по риск менеджменту уже входить нельзя количество возможного потери возможной потери на день у вас закончилась да и все и вы войти не можете а там стопроцентный такой вход у вас нарисовался приходится закрывать терминал и уходи на поэтому урезав риски я увеличил себе количество возможных входов в рынок в день да вот ну посмотрим как это отобразится на моем депозите в конце недели так друзья получаем еще один стоп еще один стоп мы получаем не знаю я честное слово ничего не могу сказать не понимая что происходит до консолидация рынка и шла вверху с открытием нью-йоркской сессии вроде как и немножечко перед открытием нью-йоркской сессии цена немножко провалилась да но потом обратно возвращалась мы вошли в рынок цена здесь набирала какую-то позицию вроде бы уже и в нашу сторону разворачивалась да но все равно продавили продавцы вниз очередной стоп ну что могу сказать пока ничего не могу сказать не знаю буду более глубоко анализировать уже по концу дня смотреть что что произойдет дальше с инструментом да куда он пойдет в конечном итоге тогда уже можно будет что-то говорить и какой-то анализ проводить сейчас пока я в недоумении почему это происходит даже даже если короткий анализ сейчас провести дан по минутке вот посмотреть что происходило цена нырнула под уровень здесь какое-то было закрепление как бы да по по пробойной стратегии уровня да вот по по вот этому да на минутке у нас как бы образовалась модель пробойная но опять же куда куда же делась у нас вот эта модель пробойная до которая вошла здесь здесь консолидировалась цена тоже уходила опять здесь консолидировалась опять уходила да куда же куда же вот это потенциал весь растеряли куда же он делся не знаю опять же может быть это набор какого-то крупного игрока, набор какой-то крупной позиции, что толкнет цену обратно вверх, а это очередной спуск к этому самому очередной спуск за стопами потому что видим, да, цена вот она опять бьется и тут и тут, вот прострел вверх то есть сейчас цена возьмет да развернется и пойдет в нашу сторону непонятно опять же тильтовать не сильно хочется опять здесь заходить в рынок если рынок не дает по нашей модели по нашему пониманию торговли не дает нам заработать в данном моменте может быть и не стоит больше сегодня здесь входить надо рассматривать какие-то другие инструменты то же самое видите происходит и по йене и по йене тоже цена стремится вниз хотя очень неплохое было пробитие уровня смотрите какая консолидация над уровнем все нам говорит о том что цена должна идти вверх но с каждой минутой поджимают цену вниз каждый хай ниже предыдущего цена поджимается поджимается вниз и вот она уже заходит под уровень и консолидируется под уровнем ну посмотрим чем это все закончится вот в принципе стоп у нас стоит в адекватном своем размере да 40 45 пунктов с учетом комиссии вот будем будем посмотреть что нам Йенка покажет да ну и конечно будем за франком тоже следить за франком тоже будем следить потому что интересно чем вот это все вот этот расколбас по уровню чем он закончится да пойдет ли цена обратно вниз или пойдет она вверх вот давайте рассмотрим по фунту картину да то есть цена у нас оттолкнулась от сильного уровня 21.300 двигалась вверх сейчас вот консолидируется снизу под уровень все говорит о том что должно быть дальше пробитие этого уровня 21.300 да по как вот здесь да какой-то лимитный игрок лимитный продавец да над этим уровнем стоит и динамический покупатель да толкает цену вверх вот вот касание тут такое небольшое ложное пробитие было в районе 15 пунктов да сейчас вот еще одно касание четенько смотрите уровень 21.300 цена бам бам да давайте посмотрим хай 21.300 21.300 да вот и получается что таки хочется сказать эту детскую такую пословицу нехорошую про 300 да мы сейчас войдем здесь на покупку а потом будет 300 что мы отрисовали себе а мы себе отрисовали что у нас идет тренд на продажу тем более что АТР у нас уже сегодня отработан да то есть сила инструмента на покупку пройдена в полном объеме и даже уже где-то 5% перепроданности но цена все равно лезет у нас вверх неугомонно да вот и вот сейчас что и происходит это происходит пробитие уровня уже произошел перехай вот цена еще выше скачет у нас да то есть вот так вот можно было входить на покупку но опять же насколько будет сильный этот импульс с учетом того что АТР у нас уже пройден неизвестно то есть тоже входить здесь сейчас на покупку с учетом того что АТР у нас уже дневной АТР у нас на исходе смотрите что происходит цена быстренько быстренько набирает ход вверх да вот ну как бы модель пробития работает да то есть вот оно подходит вот оно консолидируется тут был небольшой ложненький пробой один тест небольшой ложный пробой откат был на 50 пунктов да опять тест и вот уже получается четвертым баром минутным раз ну это если как одно считать да два три и вот четвертый бар у нас идет на пробитие опять же если рассматривать в общей сложности да правильность этого всего движения вот оно показано у нас на картинке оно правильное и оно себя отработало да пробитие произошло опять же уже вот у нас движется к 100 пунктам пробития но с каким стопом нам здесь входить то есть если брать ближайшие лаи да то вот 60 пунктов стоп должен быть то есть 60 1 к 3 60 на 180 60 на 180 приблизительно в эту точку цена у нас должна убежать да убежит она сюда не убежит никто не знает атр дневной инструмент сила сила инструмента по индикатору атр у нас уже цена высоко в зоне перепроданности да и вот она даже лягла можно так сказать на на индикатор атр сверху уже на сколько еще хватит этого покупателя ну значит есть какой-то сильный покупатель сейчас у нас по фунту да который покупает 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 несмотря ни на что несмотря на то что вот и по иене вот и по иене у нас получился стопик что могу сказать что могу сказать могу сказать что в данный момент я рынка не понимаю не понимаю что происходит поэтому пока что торговлю я наверное остановлю да и буду просто сидеть и анализировать рынок смотреть что происходит и почему эти стопы происходят у меня да что-то что-то не то что-то начинает работать не так как я понимаю надо пересмотреть свое видение да надо пересмотреть свое видение на рынок потому что пока что мы играем против рынка а не за рынком против рынка а это не очень хорошо это конечно не очень хорошо растеряли всю нашу прибыль за прошлую неделю 60 долларов было за прошлую неделю и вот уже сегодня получается у нас сколько уже сегодня у нас 18 10 15 25 30 еще раз 18 число 10, 15 20 25 то есть на сегодняшний день на сегодняшний день у нас есть по нашему так сказать по нашему money management еще одна возможность входа в рынок со стопом около 50 пунктов да вот поэтому эта возможность должна быть ну прям очень сильная такая возможность да от какого-то сильного уровня вот и какая-то очень сильно подтвержденная чтобы хотя бы take profit перекрыть перекрыть наши стоп-лоссы да ну уже это невозможно перекрыть их но хотя бы выйти в ноль да вот к сожалению рынок понедельничный тоже не хочет дать нам заработать может быть опять же я лезу туда куда не надо да ну раз получаю стопы значит лезу туда куда не надо но опять же да давайте проанализируем быстренько те сделки которые были у нас уже сделаны вот рисовалась модель у нас ложного пробития да вроде можно как сказать что оно и было ложным да еще одним минусом работы в домашних условиях является то что тебя постоянно отвлекают вот опять отвлекли я только какую-то мысль собрал да в кучу и опять отвлекли придется опять это все дело собирать в своей голове быстренько проанализируем что мы могли делать не так у нас есть грубо говоря три модели три модели данный вход не отвечает ни одной вот и все просто да то есть даже если если мы говорим что это модель 2 по картинке она полностью не совпадает полностью потому что здесь уже был пробой да здесь уже был какой-то хай а мы стоп лосс ставим ниже прошлого хая то есть цена уже сюда заходила возможность того что она опять же сюда зайдет велика да а мы ставим стоп лосс ниже того хая это раз во вторых картинка вообще не такая какая должна быть то есть цена у нас ишла не отсюда в эту точку да и отсюда кинула бар да а цена у нас прошла сюда а потом сюда а потом отсюда мы пытались какой-то разворот торговать то есть полностью торговля не по модели вот и все с новозеландцем разобрались дальше йена смотрим йену по йене я пытался отторговать на повышение да на покупку в лонг от этого уровня что-то похожее как будто бы вот по пробойной модели да то есть пробой консолидация над уровнем или под уровнем в данном случае здесь консолидация идет под уровнем да так как это идет шортовая модель да у нас идет лонговая модель но опять же посмотрим какая нахрен здесь шла консолидация над уровнем да то есть бары наши или свечи или бары не консолидировались точно над уровнем а они рикошетили да наш уровень я себе придумал да что это похожее что-то но оно похожее должно быть но должно быть похожее очень похожее даже если перейти на минутку ребенок принес мне яблочко есть и плюсы конечно и в этом да давайте перейдем на минутку и посмотрим да то есть моя теория и размышления мои были таковы цена прошла пробила и вот да вроде как что-то что напоминает нам консолидацию над уровнем да но цена время от времени все-таки ныряет над уровнем под уровнем над уровнем под уровнем да и в конечном результате она все-таки разворачивается и уходит то есть нету четкой консолидации над уровнем да то есть нету нету вот этой картинки Где я ее здесь в сраку увидел Не знаю, дебил Вот еще один минус Получил Здесь идет набор позиций В набор позиций влазить нельзя Вот и все Все просто Набор позиций Зачем влазить Зачем вот эти колебания ловить Если этого вообще Не надо делать Вот и все Вот поэтому и получил очередной минус Поехали дальше И Фунт По фунту Поехали смотреть Здесь Первый стоп был получен здесь Да Тоже опять же По такой же причине Консолидации нету Над уровнем Идет набор позиций Какими-то игроками Крупными Не крупными Не знаю Идет набор позиций В конечном итоге Позиция набрана В другую сторону Да Все Вот он наш трехугольничек Да Отсюда получается Пошел набор позиций Если провести Если провести Условные Да Линии Поддержки И сопротивления Такие Да Вот что-то вот такое Вот он трехугольник Был разорван Все цена выскочила Из этого диапазона Прорыв пошел На продажу На шок Вот и все Зачем я становился Участником Набора позиций Я не знаю Честно вам скажу Я не знаю Потому что Дуралей Потому что Дуралей Ну ничего страшного Мы учимся Эти все моменты Будем Отсматривать Будем исключать Из своей торговли Для этого мы и учимся И еще одна позиция У нас была По евро доллару Чуть раньше Да На покупку Как будто бы у нас Пробойная модель Да Но опять же Мы не учли Пробойная модель У нас Не эта картинка Вот это Пробойная модель Это когда у нас Цена идет С одного диапазона Снизу вверх Да Или сверху вниз К какому-то уровню Уверенно Да Вот как здесь Вот это можно Было бы посчитать Пробойной Да Вот она у нас Пробила 55 Ну здесь Конечно От этого уровня Цена развернулась Обратно Но здесь Более Похоже на то Что здесь Какая-то Пробойная Да У нас идет Картинка Да Потому что Цена от одного Уровня Начала спускаться К другому Уровню И нарисовала Более реальную Картину На пробой То есть Здесь Даже если бы Мы вошли С 50 Пунктовым Стопом Да Здесь бы мы Прошли 100 Уже И перенесли Наш Стоплос В безубыток Так как мы 1 к 2 Переносим Стоплос В безубыток Да То стоп Здесь бы мы не получили Что получаем мы здесь Здесь у нас был Недавний Хай Да Уже мы пробовали Штурмовать Этот диапазон Но от него Откатились вниз Почему-то я решил Что со второго раза Да Потому что Нарисовалась модель У нас это получится И мы Пробьем Да Диапазон мы пробили Но не намного Цена развернулась И ушла Намного больше Вниз Вот и все Дорогие друзья Вот такой вот Быстренький анализ Сам для себя Провел Да Поэтому Вот смотрите По По австралийцу Возможно У нас сейчас Здесь рисуется Разворотная модель По АТАРу Мы прошли Да По АТАРу Мы прошли Уже полностью В перекупленность Да 320 330 пунктов И уже 50 70 пунктов Пробили Уровень То есть Совпадение Этих факторов Дает нам Возможную Позицию На продажу Со стоп лоссом 40 пунктов Вот Последний шанс Наш на сегодня Можно так сказать Отбить Хоть какие-то Отбить Хоть какие-то Средства Ну не то что Отбить А вот Ну реально Совпадают у нас Причем Общий тренд у нас Нападение Сильный уровень 64.55 Мы сейчас Возле него Войдем Поставим Стоп лосс Чуть выше Да И посмотрим Работает это Или не работает Больше мы Входить Сегодня не можем Если мы сейчас Здесь получаем Стоп Да То есть Был здесь Хай Возле этого уровня Сегодня Стоп лосс У нас выше От хая Причем Прошлого И сейчас Которого У нас Сделался Будем смотреть Пойдет ли цена Обратно Или нет Отработает У нас Цена Тем более Цена у нас Ишла снизу Все время От этого уровня Будет ли Обратный Разворот К этому уровню 40 на 120 Где-то Приблизительно К середине Этого уровня Опять же Вот наш АТР Пройден Уже Въезд Да И к этому Уровню Тоже уже Цена Добралась Вероятность Того Что будет Разворот Намного Выше Чем вероятность Продолжения Движения Цены Ждем Посмотрим Как получится У нас Или не получится Развернуться И заработать На этом Участке Итак Друзья Еще один Стоп У нас На сегодня Это Последний Стоп Вот Не знаю Или это я Как-то Неадекватно Вхожу в рынок Или это рынок Начал себя Как-то Неадекватно Вести Модель Вроде Как Хорошо Себя Показывала Да Нарисовалась Хорошо Отлично С короткими Ушами С коротким Стопом Мы входили Здесь в рынок Да Не знаю Почему Но тоже Получаем Стоп Развернулась Против нас Рынок И пошел Дальше Вверх Опять же АТАр Пройден Уровень Я бы не сказал Что слабый Да Пятьсотый Уровень Вот Хотя Круглый Уровень Мы прошли Может быть Это должно Было Быть Для меня Сигналом Что раз Прошли Круглый Уровень Значит Сила У цены Есть Еще На покупку Но Я почему-то Думал Что Уже В зоне Перепроданности Сильно Цена Да Не удалось Ей пройти Опять Пришла Была К этому Уровню 572 Да Мы поставили Выше Стоп Наш И вошли В сделку Но Рынок Пошел Против Нас Не знаю Друзья Будем Пробовать Ну Я еще Грешу На то Что я Столько Стопов Получаю На то Что я Очень много Моделей Подобавлял В Свою Торговлю Да То есть Как Александр Михайлович Рекомендует Возьмите Какую-то Одну Модель Сначала Долбите Ее Долбите Долбите Пока Вы Не начнете По этой Модели Выходить В плюс Да Чтобы Хотя бы Там 60 на 40 Было 60 Профитных Сделок 40 убыточных Да Потом Добавляйте Какую-то Следующую Я же Хочу Все и Сразу Сразу Торговать Да Все 6 Моделей Вот Где-то Что-то Недопонимаю Вот Поэтому Наверное И получаю Стоп Лоссы Да Может быть Из-за Этого Скорее Всего Что Да Все Сразу Торгую А все Сразу Торговать Не получается Надо Выбрать Себе Какую-то Одну Определенную Модель И уже По ней Пробовать Торговать Вот И уже По ней Пробовать Торговать Хорошо Друзья Всем спасибо За внимание На сегодня Наша Торговля Закончилась Еще Подлили Мы Депозитик Наш Просели Просели Получается 3% Было Слито Хватит На сегодня Больше Не надо Вот Больше Мы не можем Себе позволить По риск Менеджменту Поэтому На сегодня Хватит На сегодня Хватит Будет завтра День Будет завтра Пища Будем Пробовать Дальше Зарабатывать Все Всем спасибо За внимание Короткий Анализ Всех Сделок Я провел Сейчас Еще раз Сяду Пересматривать Этот Дневник Свой Видеодневник И может быть В голове Сложится Уже Какая-то Общая Картина После Просмотренного И тогда Я пойму Что я делаю Неправильно Но Самое Главное Что я понял Это Я начал Торговать Все подряд И пробои И ложные Пробои И Разворот Рынка И Из-за этого Получаю Много Стоп-лоссов Потому что Много Сигналов Приходит На разных Инструментах И я Начинаю Входить В рынок Неуверенно Еще Начинаю Входить В рынок Но Хотя бы Риски Я свои Сократил И это Уже Хорошо Ладно Друзья Всем спасибо Подписывайтесь На телеграм Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите Комментарии Будем вместе Учиться Торговать На рынке Форекс Все Всем пока Продолжение следует